Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Дядя из Одессы научил солить селедку за 3 часа. Покупная и в подметке не годится этой. Несмотря на то, что вкусная селедка продается в магазинах, многие предпочитают ее солить сами. Малосольная рыба идеально сочетается с картошкой и различными салатами. Есть несколько способов очень вкусного посола. Засаливать тушку этой рыбины меня научил дядя из Одессы и этим рецептом я хочу поделиться с вами в этом видео. Какие ингредиенты я использую? Для посола нам понадобится следующее. Селедка. Я использую 3 тушки. Важно правильно подобрать рыбу. Обязательно, чтобы она была свежей и имела ровную и неповрежденную кожицу. Будет лучше всего сразу купить обезглавленную рыбу. Предпочтение следует отдавать жирным экземплярам с толстыми круглыми спинками. Вода. На такое количество рыбы вам хватит 0,5 литра. Соль. 2 столовых ложки. Репчатый лук. Достаточно будет одной головки. И лавровый лист 2 штуки. Также вам следует запастись черным перцем в виде горошка и растительным маслом. После того, как все необходимые ингредиенты будут подобраны, вы можете приступать к процедуре засолки. С чего следует начать? Подготовительный этап. В первую очередь я тщательно чищу рыбу. После разрезаю брюхо и извлекаю из тушки все внутренности. Затем я мою рыбу под проточной водой. Очень важно, чтобы в селедке не оставалась черная пленка. Может быть так, что ваша рыбка окажется с икрой. В таком случае вы можете ее не извлекать. После выполнения этих действий я аккуратно надрезаю тушку таким образом, чтобы разложилось на две части. Теперь мне остается снять мякоть с косточек и позвонка. Репчатый лук я нарезаю таким образом, чтобы у меня получились аккуратные кольца. Шаг 2. На данном этапе я занимаюсь засолкой рыбы. Для этой цели в отдельную посудину наливаю холодную кипяченую воду и растворяю в ней указанное в рецепте количество соли. После этого опускаю филе в жидкость. Мякоть рыбы должна побыть в солевом растворе не менее одного часа. По истечении этого времени селедку можно извлекать из посудины. Теперь я обработанную рыбу перекладываю в дуршлаг. Это необходимо для того, чтобы засол полностью стек с мякоти. Когда это произойдет, выкладываю рыбу на разделочную доску и аккуратно разрезаю ее на несколько порционных кусочков. Эту продукцию нужно будет потом определить в банку. Что делать дальше? Сначала в стеклянную тару кладу 1 лавровый лист и несколько горошин черного перца. Затем вторым слоем определяю в банку кусочки селедки вместе с колечками репчатого лука. Теперь мне остается содержимое банки хорошенько утрамбовать и влить нужное количество растительного масла. В таком виде ваша заготовка должна постоять 2 часа. По истечении этого времени рыба считается готовой к употреблению. В заключении, бесспорно, есть немало очень эффективных способов посола селедки. Однако у меня самый любимый именно данный рецепт, которым я пользуюсь почти 3 года. Малосольную селедку, приготовленную таким образом, я преимущественно подаю на стол вместе с репчатым луком. Также засоленные ломтики подойдут и для приготовления других рыбных блюд. А какие собственные рецепты можете предложить вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал. Субтитры создавал DimaTorzok